В начале встречи Андрей Иванов сердечно поблагодарил ветеранов за помощь в подготовке к 9 мая. Эти люди внесли неоценимый вклад в проведение праздника. Глава подчеркнул, что за последние полгода все жили как одна большая семья. Ветераны – главные вдохновители. С первой встречи именно эти люди заняли активную позицию, проявили особый дух патриотизма и свое неравнодушное отношение к жизни Одинцовского района. Хочу вам сказать огромное славу благодарности именно за такую позицию. Мы увидели в этом году особый дух патриотизма, особый дух единства, такой вот общенациональной гордости, которая, честно говоря, проявлялась везде. И в наших мероприятиях, и в мероприятиях федерального масштаба. И хотелось бы, что, безусловно, этот дух патриотизма, он передавался от вас. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем эта работа, которую вы проводите вместе с нами в школах и в любых других учреждениях, она сохранилась. Именно патриотизм и воспитание нашего будущего поколения возможен только в таком вот живом контакте ветеранов со школьниками. В первую очередь Андрей Ванов хотел услышать впечатление от праздника. Что понравилось, а что нет, какие есть замечания и предложения на будущее. Ветераны высоко оценили проведенную работу и отметили, что такой массовой подготовки к празднованию 9 мая в Одинцовском районе еще не было. Только 110 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», участники которой прошли по улице Неделина. Люди несли портреты своих родственников со слезами на глазах. Это говорит о многом. Андрей Ванов также отметил, что юбилей сплотил всех жителей района. Только 3 325 человек стали участниками эстафеты поселений «Салют Победе». Председатель Одинцовского районного отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов войны и военной службы России Гавриил Дегтярев сказал, что все мероприятия были продуманными и прошли на высоком уровне. Встречи были адресными. Он добавил, что больше всего ветеранам понравились праздничный салют и вертолетная прогулка в комплексе «Хелиопорт Москва». Участники встречи предложили повторить подобный опыт, а для многих стало новостью о том, что Андрей Ванов сам может управлять вертолетом. Там, где вы летали, на нескольких вертолетах я тоже летаю, только за штурвалом. Поэтому мне очень близки ваши ощущения от взлета, особенно от посадки. Будет желание, я вас отвезу куда хотите. Председатель местной общественной организации Союз ветеранов стратегических ракетчиков Виктор Прокопеня выступил с инициативой собрать наиболее яркие моменты прошедших мероприятий и сделать из них фильм, который можно будет подарить ветеранам, а также демонстрировать в учебных заведениях. Андрей Робертович, еще один есть способ, метод – это использование средств массовой информации для воспитания подрастающего поколения на этих людях, которые сидят здесь и которые, может, отсутствуют здесь. Ну мы тут, вот я вам принес здесь 8 очерков, вот здесь последний очерк о генерал-майоре Линнике, дальше открываем следующий очерк, мы тут найдем Михайлов генерал-майор, вот Гавриил Михайлович, вот он сидит о нем, и так далее. Вот тут вот эти все люди, на которых надо воспитывать молодежь, на их опыте. В продолжении разговора о патриотическом воспитании участники встречи обсудили возможность переименования в честь известных военных некоторых образовательных учреждений, при этом в каждой школе сделать свою изюминку. Участники чаепития отдельно обсудили работу с маломобильными ветеранами и возможность укрепления роли Координационного совета. В завершение встречи ветераны поблагодарили главу района за теплый прием, а глава, в свою очередь, выразил признательность за продуктивную совместную работу. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.